Не менее, пока очень многие жалуются на низкий уровень зарплат. Вот у меня в руках целая пачка смс-ок, даже ММС. Люди присылают нам в редакцию фотографии своих платежных ведомостей зарплатных, что они получают. Например, зарплата дошкольного педагога, детский сад 111, город Астрахань, 7 935 рублей. Это мая 2017 года. Как можно жить на такую зарплату? Медицинская сестра медсанчасть «Космодром Восточный» на руки в мае получила 10 246 рублей за месяц. Еще. Как можно получать пожарному 8 тысяч рублей в месяц и рисковать жизнью за эту зарплату? Это пишет нам начальник пожарной команды Александр Мельников, Саратовская область. Когда прибавят зарплату почтальонам? Получаем 3600. Как жить? Ну, там насчет 3600 надо проверить, откуда здесь берутся такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он уже выше, чем 3600. Но все люди, которых вы перечислили, относятся к такой категории бюджетников, которые не попали в так называемую указную категорию. Что касается тех бюджетных сфер, которые попали в указы 2012 года, там более или менее у нас соблюдается порядок повышения уровня заработной платы. Вот в другую категорию бюджетной сферы, которые в этих указах не оказались, там сложнее. Им не индексировали, несмотря на то, что цены подросли. Инфляция была значительная, вот позапрошлым годом она 12,9% была, а индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. Я с правительством на этот счет говорил, у них есть поручение. С 1 января 2018 года их доходы будут проиндексированы. Спасибо. У нас много звонков на эту тему, давайте подключим к разговору.